Продолжается прямой эфир программы Доброй Райницы Беларуси ежегодно 15 марта в Республике Беларусь, как и во всем мире, отмечается День защиты прав потребителей или День потребителя. Рады приветствовать в студии программы Доброй Райницы Беларусь представители регионального общества защиты потребителей, заместителя начальника юридического отдела Викторию Нацевич и юрисконсульта Наталью Гурневич. Доброе утро. Доброе утро. Виктория и Наталья рады вас приветствовать. Безусловно, давайте о сути праздника. Прежде всего, рассказать гражданам об их правах в сфере потребления. Насколько беларусы этим правом пользуются активно? Нам бы хотелось, наверное, отметить то, что в последние годы за нашу практику мы видим, как наши граждане достаточно активно пользуются своими правами как потребителей. Возможно, на это повлияла какая-то информационная подкованность, информирование потребителей. Но, возможно, люди стали более щепетильно относиться к своим правам, к своим интересам, защищать их, представлять, ну и не спускать некоторые ситуации с рук. Ну, вот характер жалоб, он меняется как-то с течением времени? Вот вы отсматриваете, отслеживаете? Ну, допустим, понятное дело, на некачественный товар можно пожаловаться, а можно пожаловаться, что вот, знаете ли, мне кофе подали не той температуры. Такое действительно бывает, что-то мы стараемся отслеживать, действительно есть какие-то сезонные жалобы. Например, вот в летний период мы сталкиваемся, да, Виктория, с туристическими услугами. Также устуги красоты у нас иногда попадаются. Можем, наверное, вне сезона столкнуться с расширенной гарантией. Не приехал любимый исполнитель, мы возвращаем билеты, которые мы купили на мероприятие. Ну, а также, если это весенний-осенний период, это возврат одежды, возврат обуви. Ну, естественно, когда проходят какие-то праздники, многие хотят вернуть те подарки, которые им не подошли, либо не понравились. И, тем не менее, вот какие самые частые проблемы, с которыми обращаются потребители, вот такой топ-3 от регионального общества защиты потребителей? Ну, вот, наверное, я их и перечислила, вот те самые топ-3, наверное, это все-таки, да, отметим расширенную гарантию, некачественный товар, как бытовая техника, наверное, все-таки к этому, наверное, отнесем, да. Ну, и, наверное, все-таки строительство можно отнести. Да, по поводу салонов красоты, да, ведь это такая история, вот, ну, предположим, был ты на какой-то процедуре, на следующий день у тебя какие-то высыпания появились. То есть, ну, вот тут кого винить в этой истории? А вдруг у тебя просто организм дал сбой? И дело не в процедуре, которую ты проходил. Как вообще эти истории доказываются, что ли? Касаемо, наверное, такого рода истории, это достаточно сложный вот вид доказывания. Конечно, нам, как девочкам, хотелось бы, чтобы все у нас было хорошо, все идеально. Идеально, да. И мы иногда можем даже побежать в любой салон, и когда мы уже куда-то бежим, нам в обязательном порядке нужно зафиксировать и выявить причину, почему такого рода ситуация у нас произошла. У нас были такого рода обращения, но, к сожалению или к счастью, до суда мы не доходили. Либо просто потребители решали, что не нужно ввязываться в судебные тяжбы, либо вопрос решался сразу быстро и по существу. Но в таком случае мы всегда обращаемся непосредственно к исполнителю данной услуги, ну и уже потом пытаемся решить как-то вопрос по существу. Виктория, давайте поговорим вообще о таком универсальном алгоритме. Вот мы обнаружили какие-то претензии, скажем так, вот относительно товара или каких-то других сфер услуг, да, я имею в виду. Как нужно действовать? Вот как правильно жаловаться? Назовем это так. Ну, соответственно, существует способ предъявления претензий. Это письменная форма. Первым делом потребитель должен написать эту претензию. Можно в книге замечаний и предложений изложить там свое требование, которое указано в законе о защите прав потребителей. Например, расторжение договора и возврат денежных средств. Также претензию можно предъявить посредством личного вручения этой претензии. Ну и, соответственно, как третий способ направить заказный письмом. И, соответственно, эта претензия должна быть рассмотрена по существу, восстановленным законом срок. Понятно. А вот еще давайте к более конкретным примерам. Вернемся, вот буквально на днях. Подбирала для дочки стульчик такой для кормления. На сайте указана одна цена. Звонишь, говорят совершенно иную, при этом разница очень существенная. Ну, понятное дело, что не буду я там покупать, раз такая ситуация. Вообще, как быть в этой истории? Насколько это законно, когда отличается цена на сайте интернет-магазина и то, что потом говорят по телефону? До потребителя должна быть донесена надлежащая информация, в том числе о потребительских свойствах и о цене. Если мы совершаем заказ через интернет-магазин, мы видим какую-то цену, за которую нам должен быть продан товар. И мы по этой цене, соответственно, и оформляем этот заказ. Если же нам потом перезванивает менеджер и говорит, извините, у нас произошел сбой, но цена поменялась, просим вас доплатить, то в таком случае потребитель имеет полное право настаивать на том, чтобы ему продали товар по той стоимости, которую он увидел в сети интернет. Это седьмая статья закона о защите прав потребителя. Она полностью прописывает обязанности продавца на предоставление достоверной информации и прописывает, какая информация до потребителя должна быть доведена. То же самое касается и ценника. Например, мы пришли в магазин, увидели по одной цене, подошли на кассу, нам пробили гораздо дороже. В таком случае потребитель также имеет право требовать книгу замечаний и предложений, излагать там в суд свои претензии и требовать вернуть эту разницу. То есть не боятся, извините за такое слово, качать свои права потребителя? Все верно. Да, мы в этом плане защищены на законодательном уровне в том числе. Да, все верно. Расскажите, пожалуйста, вот мы часто говорим о том, что потребитель жалуется на продавца, но бывает же и другая сторона отношений этих, и продавец тоже может пожаловаться на покупателя, на потребителя услуг его. Но я даже говорю о том, что часто ли сталкиваемся с примерами такого потребительского экстремизма? Ну, хотелось бы сказать то, что на нашей практике такое понятие, как потребительский экстремизм, оно имеет место быть, но оно, так сказать, очень мало. Почему? Потому что, да, бывают люди, которые ищут в магазинах просроченные товары, и, соответственно, пытаются каким-то образом потребовать компенсацию морального вреда за это, ну и хотят обращаться в суд. Ну, я даже знаю, что есть такая особая категория даже посетителей, допустим, ресторанов, да, которые вот изначально знают, что не хотят оплачивать счет, и каким-то образом что-нибудь в еду подкладывают, не знаю, волосок. Я даже знаю, что вот при мне была ситуация, что за соседним столиком, ну, тут стекло нашли у вас, понимаете, в еде. Ну, такой вопрос очень относительно, да, и говорит, все, платить не будем. Щепетильная, в общем, тема, да. Да, тема щепетильная, такое бывает, но уже можно сказать, что крайне редко, потому что уже и продавцы более подкованные стали, и уже потребители тоже понимают, что все-таки есть какая-то грань дозволенного, и знают, как может сложиться тайная или иная практика. А вот интересно, как чаще всего в наше время в итоге решаются эти спорные ситуации? Все-таки мирным способом удается договориться или чаще всего через суд? Насколько категоричные? Наверное, скажем, 50 на 50. Действительно, есть такие исполнители, которые, получив письменную претензию, они всегда удовлетворяют. Это может быть претензия как от самого потребителя, так и, например, направленная общественным объединением, либо отделом торговли и услуг администрации района, куда обратился потребитель для защиты своих прав. Но бывают такие исполнители, продавцы, которые намеренно идут в суд и говорят потребителю, что решаем все только через суд. И когда уже поступает исковое заявление, когда уже заявлены требования, с этими требованиями ознакомливается вторая сторона ответчик, есть такие моменты, когда заканчиваются споры и достижения мирового соглашения, иногда выходим, конечно, на решение суда. Также хочется сказать сразу, даже если возьмем нашу статистику, то у нас, наверное, одна третья, даже чуть ли не половина, это заключение мировых соглашений, если мы посмотрим на статистику нашей работы за 2022 год. Это очень даже хорошо, и так как сами мы себе судебные тяжбы никому из сторон удовольствия никакого не приносят, наверное, только нам, так как это наша работа. Или здесь в течение профессиональных жалобщиков, это отдельная категория. И всегда, когда и ответчики как-то пытаются что-то, эти какие-то точки соприкосновения с потребителем и точки сопротивления, чтобы как-то избежать ответственности, ну и потребители также волнуются. Наша задача поддержать, помочь, подбодрить, ну и, естественно, доказать правоту наших потребителей. Какая хорошая у вас работа. Хотелось бы так срезюмировать нашу беседу. Спасибо вам огромное, что вы, да, все вот так вот подробно нам и на пальцах, можно сказать, объяснили, рассказали. Будем более подкованными, конечно же, в этих вопросах. Напомню, что у нас в студии были представители регионального общества защиты потребителей, заместитель начальника юридического отдела Виктория Нацевич и юрисконсульт Наталья Гурниев. Спасибо.